Каждый год по весне, когда тает снег, а температура скачет от минуса к плюсу, водители сталкиваются с серьезной проблемой. На дорогах вместе с проталинами появляются ямы. При плюсовой температуре влага попадает в трещины на асфальте. Вода там замерзает, а потом оттаивает, разбивая дорожное покрытие изнутри. Ужасно. Очень много ям. По желанию властям, если возможно, конечно, уже заниматься ремонтом очень плохо. А где наиболее такие проблемные участки? Ой, вы знаете, да их много. Я, например, езжу, вот, очень плохая дорога за ДК. Вот маленькая, казалось бы, непроезжая часть, но там одни ямы. По-моему, в старом районе очень много. Вот, на сирк, ну, тут, как во дворы заезжать, вот, Чапаю, там, Фрузы, вот эти вот, там очень много. От пенсионного фонда и до театра без колес можно остаться. И наверняка еще есть. Начинает асфальт сходить, разбиваться в такой погоде, все мгновенно разбивается гидроударом. Дорожное эксплуатационное предприятие уже готово к ямочному ремонту в этом году. Сейчас сотрудники объезжают город, выявляют критические участки с большими ямами и направляют рабочих туда в первую очередь. Ямочный ремонт ДЭПа контролируют органы ГИБДД, департамент городского хозяйства и прокуратура. Сейчас уже мы по этим, по ямам работаем, уже, наверное, недели две, потому что, как только была предпосылка на такую погоду, мы сразу в прошлом году еще приобрели еще один рециклер для ремонта. Дорога – это маленький, как бы сказать, асфальтобетонный заводик, который там, производительность у него, ну, за смену полторы-две тонны он сварит. Если у вас есть вопросы по ремонту дорог или устранению ям на проезжей части, обращайтесь к Василию Ласточкину по телефону 992-18. Дополнительные контакты вы можете найти на сайте Градской Думы, думадефиссаров.ру. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.